Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 433. События дня. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 17 февраля 2017 года отца Аким увезли в больницу, сделали ночью операцию, аппендицит, с 12 на 13 февраля. Вот, и чтобы все молились. Пока из больницы не выйдет, у нас так и будет стоять на первом месте. Сегодня мы собираемся пойти в больницу городской. Сергей Пупков дает объявление. Мир вам всем, кто желает вместе с нами и прославить Господа нашего Иисуса Христа. Такая возможность сегодня есть и у вас. Я Пупков Сергей, духовное чадо Игнатия Тихоновича Лапкина. Мы ведем занятия по изучению Библии в интернете по толкованию святых отцов православной церкви. С 14.00 до 15.30 по московскому времени в каждую среду, пятницу и воскресенье. По окончании занятий с 15.00 вы можете задать вопрос и получить на него ответ во свете Библии. Занятия бесплатные. Если на вашем компьютере не установлена программа, неправильно написано. Скейп на досках. Поставь правильно. Давайте. Давай. Вот так. Сейчас, сейчас. О, аж на душе поле. Вам необходимо ее установить. Чтобы участвовать в занятиях, найдите меня в скайпе Пупков Сергей 1. И запросите авторизацию с пометкой на занятия. Если вы желаете вместе с нами молиться, так же запросите авторизацию в скайпе Пупков Сергей 1 с пометкой совместная молитва. Примерно за 7 минут до начала занятий или за 7 минут до начала совместной молитвы напишите мне в скайпе, что вы готовы. И я вас подключу, позвонив вам. Мне не звоните, а только пишите. Совместная молитва каждый день в 0 часов 40 минут по московскому времени. На молитве женщины должны быть в платке, мужчины подпоясаны, рукава и одежда у всех должны быть длинные до кистей. Во время занятий и совместной молитвы прошу отключать микрофоны, дабы не создавать шум, мешая другим слушать и молиться. Храни всех Господь. Лука 11.11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Деяние 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Псалом 87.14. Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Елена К. Мир вам, Игнатий Тихонович. Как помочь человеку? Ей чуть больше 40 лет. Она одержима мыслью о суициде. С младенчества была при храме. Вера была. После... Вера была. Ну, как-то... А я как сказал? Вера была. То есть не входишь в это. Она была при храме. Вера была. Вера была. Да. Так, после жизненной неурядицы, карьера, деньги, торговля, самомнение, признает, что виновата. После, запятая, смерть близких, осталась совсем одна и в помешательстве. Постоянно думает о самоубийстве. Искала, кто может помочь. Помогали только монахи. Постоянно говорит, не молчит, когда есть кому слушать. Ой, Господи, как милый. Были отчитки. Говорит, что хватает ненадолго. Не причащается. Говорит, что уже не поможет. Местный священник дает на пропитание. Сна нет, только снотворное. Так четыре года. Веры нет. Игнатий Лапкин. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, святой он златоуст. Такая душа сама определяет, где ей быть. И ей от этого не удержать. Второй паролипоменон, 17.23. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет с его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дома своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Матфея 27.5. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Судья, Димиш, 54. А Вимилех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему, обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали бы мне, женщина убила его. И пронзил его отрок его, и он умер. Первое царство, 31.4. То есть он сам пожаловал смерти от автоназия сегодня. Так, и сказал Саул, оруженосцу своему, обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, его очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Галина Влеско. Новокузнецк. Мир вам и радоваться. В начале этого февраля пришлось выставить ваши ресурсы на фейсбуке, в ленте популярного блогера отца Святослава Шевченко. Шла у нас там дискуссия по теме сбор подписей за запрет противозачаточных таблеток в Благовещенске. Вот и всплеск у вас на ресурсах. Работаем. Спаси Христос. Я говорил, что больше. А сейчас опять возвращается на нашу цифру. Наталья. Игнатий Тихонович, мне тоже очень нравится благочестие мусульманских женщин. Иногда смотрю их фото, очень красивые, но вижу, что они красятся, но не броско, а красиво. Считается ли это грехом? Игнатий Лапкин. Да, этого делать нельзя. Исайя 3.16. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах. А галит Господь темя дочери Сиона, и обнажит Господь с ромоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и жерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, персни, и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи. И повязки покрывала, и будет вместо благовония, зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Вот как будет. Наталья В. Игнатий, мир вашему дому. Спасибо вам, Игнатий, что вы реальны, и я могу спрашивать у вас совета. Спасибо. Мои радости нет конца. Сомнения у меня были большие в решении вопроса о крещении. Спросить некого. Читала все материалы и вопросы о крещении у вас. И в конце устала, а рубашку шью, и думаю, пригодится. И попадается последний вопрос о крещении двух сестер. И читая Надежде ее рассказ, для меня это было ответом на мой вопрос. А ваши слова? Надежда, тебя ждут скорби. Я их приняла на свой счет. Спасибо, что вы есть. Владыка первый день... Это Антоний Орлов приезжает, митрополит. Зарубежная церковь. Та, которая считается прямо наследницей оттуда. Владыка в первый день перед крещением вел со мной разговор. Я рассказал о своей жизни. Чем живу. И что живу в миру, не имея наставника. Все о спасении души черпай от святых отцов церкви. Ну, черпаю, наверное. А, черпаю, да, да. От святых отцов церкви. От вас и от Виктора Пивоварова. Но сейчас я не захожу к нему на сайт. Нет надобности. Так и он против МП. То есть они все... Это тоже одна какая-то новая экзотическая там юрисдикция. Тоже к зарубежным как-то. Я с них не знаю даже. О Геннадии Фасте забыла сказать Владыке. Очень полновалась. Не каждый день перед Владыкой сидишь и разговариваешь. И забыла сказать, что нашла первоисточники молитв у старообрядцев. И символы веры. И Богородец, и Псалтир, и многое другое. Но сейчас черпаю и живу только вашей информацией. Там есть все для спасения души. Да и времени мало. А вы реальный и настоящий православный. Веру и дела все видят. А все остальное видит Бог. Я в душе такая, как вы. Только здоровье совсем плохое с самого рождения. Теперь только открылась правда, что я была настолько слаба, что одни слова были у родителей. Она скоро умрет. Вот смерть идет рядом со мной всю жизнь. Спасибо Богу, что Он посылает скорби, через которые я познаю Спасителя Иисуса Христа. И задумываясь о спасении души. Все это я говорил перед Богом Владыке. А Бог есть любовь. Значит, должна быть правда. Любви мое сердце не услышало. Я задавал вопрос. Встать и уйти, сказав, простите. То есть, она ей не нравилась, что Он говорит, настраивает против. И встать и сказать, простите, она не могла уйти. А как же крещение? Да, она же крещение приняла, тогда же ни на что ставить. Ведь это все от Господа. Владыка настоящий. Приемство идет от апостолов. Да и Владыка сам приехал. А это только Господь может творить такие чудеса. Что еще надо? И я осталась. Хотя на сердце тяжесть от услышанного от Владыки. Об Ибакинатии и о Пивоварове. Ну, обо мне еще он может сказать. Что он патриот. Он приезжал в Потеряевку два раза из Америки, когда был просто Никита Феоктистович Орлов. А вот как только стучился там этот раздор, и он вдруг рукоположился сразу в епископы, теперь архиепископы и уже митрополитом. А там ничего нету, не осталось-то. Если бы его раньше поставили. Он очень-очень патриотичный. Обязательно приезжал при советской власти, что ему надо было свергать. А как Сергий Радонежский благословил против Мамая? Ну, я говорю, что благословил? Ну, а кто лучше, Мамая или коммунисты? Ну, Мамай-то, конечно, лучше. Еще коммунистам, говорит. Ну, против его и Валя, это теперь как? Против коммунистов-то, значит, садиться на танки и давить их. Вот так он вычит. И я осталась. Хотя на сердце тяжесть от услышанного от Владыки. Так, в душе должна быть радость, а ее нет. Мое сердце сжалось и до сих пор сжато. Поэтому и пишу. Спасибо, что вы есть. А то и я не знаю, что мне делать. Я одна, сестра родная. Я одна. Сестра родная ничего до сих пор не знает. Батюшки не говорила. Все искала ответа. Почему они все, в том числе Владыка, его сопровождающий с Германией, так негативно настроены против МП? А крестилось нас семь человек, из них четыре человека взрослых. Все они против. И получается, что у нас шесть человек, а я против них одна. Церковь Христова – это тело Христова, и в ней живет Дух Святой. А он истинный, и он обличитель. Ничего нового. Истинный. Виноваты служители в священных одеждах. Исполнены греха. Ведены человече. Истинный. Радость должна быть, что я наконец по-настоящему крестилась во Христа. Пройдет время, и Христос увидит мои старания и даст все, чего мне не достает при этом. Игнать, я никогда не забываю, что я раба, ничего не стоящая. Сделала то, что должна сделать. А сделала плохо и нерадиво. Но я наконец приобрела новую православную семью во Христе. Но сердце болело. Оно искало слова спасительные для души. А слышала мое сердце в продолжении двух дней. Только о московской патриархии. О всех недостатках. О болезнях церкви и служителях. О том, что благодати в ней нет. И плакала. Ведь думаю, начни с себя. Будь ревнителем чистоты веры православной. Церковного единства. И не смотри на других. Я пробовала начать разговор о Библии. Что надо жить по Библии. Что главная цель нашей жизни это рождение свыше и стяжание Духа Святого. А мирские вопросы, церковные вопросы церкви не нам решать. Спасение души. Вот наша задача. Но все меня не слышали. Переводили разговор на свою тему обличения. А я сидя молчала. И наполнялась душа моей грязью грехов. И недовольный взгляд в мою сторону. Что я не поддерживаю их разговор. Да еще, Игнатий, возьми и скажи, когда в аэропорту Запорожья на владыку кто-то плюнул. А я говорю, что ни один волос не упадет с головы без воли Господа. Одним словом, я не знаю, как мне быть. Ко мне были прямо-таки требования, чтобы я оставила московский патриархийный храм. И моей ноги не было там. Я пообещала. Но владыка очень сомневался, что я это сделаю. Так как повторял много раз одно и то же. Но так как я имею хороший храм с хорошим священником. Но я не решилась к нему подходить с крещением. Читающий, что московский патриархийт священство против этого. И бояться, что я искала другого православного. Снова читала за Геннадия Фаста, за его жизнь. За родителей, за жену, что она входила в церковь православная через покаяние. Игнатий, простите, я не буду вам надоедать. Нечеряно нажала и было отослано письмо. Черновик, к вам. Считать недействительным. Это письмо полное и буду ждать ответа уже легче. Что вы, как и я, признаете МП церковью и патриархию. И благодать ее в церквах. Но вам легче. Ваша церковь соединилась в МП. В чем крик моей души? Игнатий, первым письмем всего не расскажешь. Да я не думала, что так Господь устраивает, что вы ответите. Вот как тяжело, Игнатий, что есть такие правила в церкви. Что не поминать на партскомидии умерших родителей. Не подавать записочки о здравии своей сестре на литургию. Если я умру, то меня не должен отпевать священник в СМП церкви. Игнатий задавал вопрос владыке о печатании душ умерших. Если не приглашает священника домой, и он не едет на кладбище, а там он служит сразу же и печатает. А если хоронить без священника, то я беру земельку с могилы, приношу храм. Батюшка делает панихиду и печатает потом. Я беру эту землю и иду на кладбище, сыплю на эту землю в виде креста и все. Называется заочное отпевание. И все это называется печатанием душ умерших. Говорят, что без этого нельзя. А как правильно? Пожалуйста, ответьте на мои вопросы. Я согласен нести послушание владыке, но как быть со всем этим? То есть она уже писала, я сказал, да раздала слово, теперь держи. Играть роль не могу, никогда этим не занималась. Я служу Богу, понуждать их, любить. Я их люблю, они создания Господни, но единства душ нет. Они все это видят. Спасибо с Господи. Простите, Игнатий, и прошу ваших молитв за болящую, не спящую Наталью. Наталья Днепропетровская, область, город Покров. Игнатий Лапкин, я уже сказал вам, будьте верны своему слову, а иначе будет все от лукавого. Сказала, да, держись-то этого пока. А там Господь укажет, относительно печатания души земельки, это из головы выкиньте. Магизм лжеправославный. Забили людям голову могильным тленом, любителям ОМОНы. Вопросы мне задавать не чаще, чем один раз в две недели. Это себе запишите, не искушайтесь. Вы не поняли. Мы не соединились с МП, а поддерживаем дружеские связи. Не более того. Но облющаем их постоянно и крепко. И они в долгу не остаются. Поносят нас по полной программе, как сергианские слуги. Но мы не в МП, никогда там не будем. Там нас ждет полная разруха наших дел и смерть духовная. Они никогда нас не воспримут. Они входят в деяние 20... Вообще-то... 28. 20. А, 20. Да. 20-29. Вот. Волки лютые тебе. Да. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Простите меня, вчера вам сказал, что буду на молитве, а сам уснул за компьютером, пока ждал общей молитвы. Я не оправдываюсь, но я встаю рано, как и вы с братьями, но только по Москве. На работу уезжаю рано, а до работы читаю псалтирь, молюсь, а потом домашние дела, завтракаю и на работу. В 6.00 я уже уезжаю, а бывает и раньше. В общем, глаза открыл, а уже было час пять-ноль-пять. Я уже беспокоить не стал, отрывать всех от молитвы, простите. Игнатий Лапкин. Вы за рулем, потому высыпайтесь, иначе аварии и не будет, Александра. Наталья. Игнатий... Наталья Ще. Это разные Наталья. Там В, здесь Ще, ты говори. А, Наталья Ще. Почему ты не прыгаешь-то? Я не могу фамилию показать-то. Потому что недруги начинают там с самой Филадельфии сюда, как псы. Кидается, бешеная. Игнатий Тихонович, смотрю ваш ролик про ИНН. Паспортах. Услышала, что вы про телевизоры в пост говорите. Вообще убирать и не смотреть. А я теперь подсела на ваши ролики. Их можно смотреть. Или все исключить. Слава, какое подсела. Игнатий Лапкин. В телевизоре смотрят всякие пакости. А если божественное все здесь, то есть же разница. Второе Коринфянам 6.14. Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Однажды созвал сатана всемирный съезд бесов. В своей вступительной речи он сказал. Мы не можем запретить христианам ходить в церковь. Мы не можем запретить им читать Библию. Сатана говорит. Мы не можем запретить им общаться в молитве с Богом. Как только они устанавливают связь со Христом, мы тут же лишаемся власти над ними. Так пусть они ходят в свои храмы, но мы украдем у них их время, так что они будут всегда занятыми. Они не смогут молиться и каяться в грехах, и развивать свои отношения со Христом. Слушайте внимательно. Что сатана говорит? Вот что вы должны делать, сказал дьявол. Вы должны помешать им войти в общение с Богом и поддерживать эту связь в течение дня. Как нам это сделать, закричали демоны. Займите их пустяками и придумайте много способов, чтобы занять их умы всякими ненужными делами. А главное, внушите им стремление к материальным благам и обогащению к мамоне. Пусть они проникнутся желанием зарабатыванием как можно большего количества денег. И покупают себе машины, квартиры, дачи. Пусть зарабатывают все больше и больше денег, чтобы ходить в рестораны и кафе. Чтобы покупать дорогую модную одежду, делать дорогой ремонт в квартирах и обставлять их модной мебелью. Искушайте их тратить, тратить и брать, брать в долг. Брать многолетние кредиты и таким образом попадать в кабулу банкам. А когда они загорятся желанием личного обогащения, погоня за мамоной, им уже будет не нужен Христос. Убедите их жен задерживаться на работе, а мужей работать 6-7 дней в неделю, по 10-12 часов в день, чтобы им некогда было заниматься своими семьями и воспитанием своих детей. Не давайте им проводить время с детьми, чтобы дети их шляли с утра и до ночи на улице и дружили с дурными компаниями. Тогда они перестанут учиться и из них ничего доброго не получится. Тогда их семьи развалятся и они станут одинокими. А мы им от горя поможем спиться? Стимулируйте сверхмеры их умы так, чтобы телевизоры и компьютеры в их домах работали постоянно. И они как можно больше времени проводили у телевизора и компьютера, и им некогда будет молиться. Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира постоянно звучала нехристианская музыка. Это заблокирует их разум и разрушит их единство со Христом. Разложите на стола в кафе множество журналов и газет. Бомбардируйте их разум новостями и рекламой 24 часа в сутки. Пусть по пути им бросается в глаза море рекламных счетов. Наполните их почтовые ящики рекламой, каталогами для заказа товаров по почте, информационными бюллетенями и предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд. Показывайте в журналах и по телевизору точных, хорошеньких моделей, так, чтобы их мужья поверили, что внешняя красота – это самое главное, и стали бы недовольны своими женами. Сделайте так, чтобы их жены были слишком усталыми, чтобы любить своих мужей ночью. Если они не дадут своим мужьям любовь, в которой они нуждаются, мужья начнут искать ее в других местах. Это быстро разрушит их семьи. Это все дьявол говорит бесам, демонов учит. В Рождество и Пасху отвлеките их праздничной суетой, концертной по телевидению и пьяными застольями, чтобы они не учили своих детей истинному изначению Рождества и Пасхи. Пусть даже с отпуска они вернутся уставшими. Уставшими! Сделайте так, чтобы они всегда были заняты, чтобы поехать на природу и полюбоваться Божьим творением. Вместо этого отправьте их в парки развлечений на спортивные мероприятия, игры, концерты и в кино. И пусть и христиане будут вечно заняты, заняты, заняты. Наводните их жизни и таким количеством хороших дел, чтобы у них не было времени искать силу у Иисуса. Скоро они будут жить и работать, полагаясь только на себя. Жертвуясь своим здоровьем и семьями ради своих дел и денег. Это сработает. Бесы с радостью отправились на задания, заставляя христиан повсюду быть и все более занятыми. И спешить туда и сюда, оставляя все меньше времени для Бога, для молитвы из своих семей. Пусть люди думают, что Бог все же где-то есть. И может быть в Библии действительно указан путь к вечному блаженству. И надо бы это сделать. Откопись откуда? Но только твердите им постоянно, чтобы они сами уже в это поверили, что это нужно же в конце концов делать. Жить для Бога и ближних. Но только это можно сделать и завтра, а не сегодня. Сегодня вовсе уж никогда. Некогда, 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 завтра, 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 а это завтра им неизвестно. И будут все наши, погибая без покояний. Обожди. И будут все наши. Ты считаешь ни запятые, ни точек, ничего нет. Ну ломишься откуда? Это дьявол говорит на хаас. Это программа. Завтра, завтра, завтра. А это завтра им неизвестно. И будут все наши, погибая без покаяния, без знания своего назначения в этой жизни. Считай дальше. Было это, как всегда бывает, дьявольский шабаш ночью, на стадионе, на футбольном поле. И это было показано святым и не раз, что видно и по житиям святых, как описано у Киприана Карфагенского. Выдумка это или правда, подумайте сами. И во свете Библии рассмотрите свою жизнь хотя бы один месяц, и каждый день, и на дню по семь раз. Думай об этом, смотри, чем занят. Хотел сказать, что... Вот мы сейчас ролик составляем, вот как называется. Человек через 34 года вернулся на связь. И вот фильм вышел по соображениям совести. Посмотреть, о чем он? Вот сюда, контрол, и нажмите, и туда выйдет. О том... О том, что не нужно оружие брать, а нужно спасать, а не убивать. Искать не в ютубе, а в гугле. Лучше. Так, дальше. Вот есть такой ролик, называется, считай. Крах в Восточной Пруссии в 1945 году. Как это происходило? И вот это здесь, какое есть. Очень полезно. Как люди говорят, как они были, были маленькие, как лишились родители. Это не просто война, поучение. Никто не ждал такого краха гитлеровского движения. Так, дальше. Еще один ролик. Жириновский про дедушку Ленина. Лучшая речь. Опубликованная 27 августа 2015 года. Жириновский про вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Выступление в Госдуме. Ну и дальше еще посмотреть можно ролик. Адмирал Кузнецов. Внутри и снаружи. Чем гордится российский флот? Сейчас дальше мы посмотрим, какие у нас ресурсы есть, события дня. Ну вот. Это мой мир. И очень люблю эту систему. Здесь вот, которые были. Дальше. У нас есть большой православный форум. Форум. Вот как он выглядит. Заходите. И большой YouTube. Вот он YouTube. Вот сегодня, опять же, я поставил 5 роликов. Каждый день выставляется. Ну, видишь. Этот час, этот полтора часа, два с половиной. Получается, три часа. Кто пожелает все сегодняшнее, три с половиной часа. На три с половиной часа. Ну, ясное дело, что это только кому это надо. И у нас дальше большой ресурс. Это православный библейский сайт. И самое ценное, все, что показано, это ответы. 4124. Сейчас мы рассматриваем Царство Небесное. Вот мы сейчас посмотрим вопросы и ответы. Вот от него вопрос задают. Я не просто, ну, как священники, вот за Ягрижони. Он говорит от своего ума. Он совершенно заботится, чтобы люди научились думать. У него этого нет. Чтобы они искали в Слове Божьем. Нет этого. Ну, сейчас открываю я. А он говорит сам от себя. Ссылки ни одной даже не делает. Вот я увеличу размер до 20. И сразу начинаю смотреть. Считай. Вопрос 2036. Восьмой том открытым оком. Чем можно объяснить стремление обрести спасение только в монастыре? Я отвечаю не просто так, а 1173 биографии «Жития». Я беру нужное «Житие» и «Житие» именно по этому моменту в кавычках взято. Ответ. Незнанием Слова Божия и неверием Богу. Его силе спасти в миру, как Он учил. Вот причина какая. Иоанна 17, 15. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Христос не молился, чтобы были монастыри. Этого не было. Это выдумка человеческая. Евангелие от Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ. Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей. И дойти до этой мысли совсем уже не трудно. Ну вот, так привыкли друг другу услышать путь. Так удобно жить в тишине и в мире небожьем. Господь мой судил эту соглашательскую позицию типиконщиков и любвистов. Мой Бог повелевает искать славу от Него, угождая только Ему и Слово Его. Его слова так и горят над нами. Иоанна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которую от Единого Бога не ищете? Вот заметьте, только вопрос задали. И уже три места Писания приведено. И Зиана, и Матфея. Дальше. Вот сейчас будем считать, сколько я привожу житей святых. Аполлинария 5 января. Кавычки открыты. Имя всей последней было Аполлинария. Когда она достигла совершеннолетия, родители ее стали помышлять о том, как бы выдать ее замуж. Но она отказывалась от этого и говорила им. Я хочу уйти в монастырь, слушая там божественное Писание и видеть чин монастырской жизни. Так, дома Писания нету. И слышали, одна Библия на монастырь есть, а там ей в глаза не покажут. Обман. Дальше. Петр Чудотворец. 3 мая. Кавычки открыты. Когда родители преподобного приняли иноческое звание, а вскоре за ними постриглись в монашество и два брата его, Павел и Дионис, то и он, подражая им и желая проводить одинаково с ними жизнь, также принял иночество вместе с братом своим Платоном. После сего и преподобный Петр, уходя от усиленных просьб принять епископство, пришел к брату своему Павлу в Каринф и наложил на себя обет молчания. Обет и молчание? Ну что евангельского? Когда идите и говорите. Но пробыл в нем только один год, не доведший своего подвига до конца, так как пришли к Павлу в Каринф из далекой страны знатные люди и владельцы кораблей и просили его поставить им во епископа брата его, по причине того, что епископ их скончался. И по кончине своей он совершил чудеса, источая из гроба своего благоухания, изгоняя бесов и исцеляя всякие болезни, а также вразумляя тех, кто искал этого у гроба его. Вот они где искали. Гробовая, пещерная, гробовая вера. Два. Пахомий Великий, 15 мая, кавычки открыты. Однажды, когда Пахомий собирал тростник для своего рукоделия, ангел Господень явился и сказал ему, Пахомий, 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 воля Божия, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом. Когда ангел Господень удалился, Пахомий остался и смотрел вслед его, говоря, это дело Господне. Собрав немного тростника, он пошел в свое обиталище. Вот и все. Это дело Господне. Все рассудил. 11 тысяч мужиков заблокировал. И однажды несет он хворост. Собирали хвороста. И вдруг встал, как Серафим Саровский. Руки опустил, хворост просыпался. Глаза кверху. И стоит. И братья молчат. Что-то он видит. Сейчас откровение какое-то будет ему. Видно, что мы ангелы. Ангельское звание. И вдруг он очнулся. Ой, братья, а что я видел? О, чувава, что ты видел? Я видел глубокий ров. Темнота кромешная. И мы все там сидим. И пытаются вылезти, не могут. И люди, главномонахи, бьются друг об друга головами. И только редко-редко по стенам, когда карабкаются, как альпинист, и один там я вылез. А у него 11 тысяч там во рве сидит. И что? Это дело Божие. И опять пошел туда же. Это видение, которое в житие написано. Глубокий темный ров. Монашество столкнули на 2000 лет. Миллионы людей там сидит. По сегодняшний день. Вот третье житие святых. Четвертое. Иероним Стридонский. 15 июня. Кавычки открыты. Во время этого путешествие Иероним, по его собственному выражению, на полуварварских берегах Рейна впервые почувствовал желание служить Богу. То есть в нем начало побуждаться стремление к монашеству с его обетами, девства и бедности. Вот пришло мысль служить Богу. Больше никак. Четвертое. Говорят, почему стремятся. Четыре жития. Дальше. Пятое. Ефимий Новый. 15 октября. Кавычки открыты. Нашелся ему и спутник. Инок Феастерик. Так же, как и он, жаждавший высших подвигов иночества. На благовестие ни-ни, ни один. Это нельзя, это грех. Путь с Олимпа на Афон проходил мимо Некомедии. Прибыв в Некомедию, Ефимий был утешен радостным известием, что живы все присны его, некогда оставлены им в отчим доме. Бросился. Желая облегчить их скорбь в разлуке с ним, он послал им в святой крест и наказал посланному передать им, что уже нет боли у них родственника Никиты. А есть инок Ефимий, который советует им последовать его примеру. Куда туда же загнать их. Плакали сначала родственницы, получив от него такое известие. Но так как велика была любовь их к нему, то они бы впоследствии, укрепленные помощью свыше, решились и сами последовать примеру Ефимия. Вот чистое мусульманство. Или голову отрежу, или принимай его в веру. Или ты проклятый, или иди в монашество. Кроме дочери преподобного, которая все время вышла замуж, все они сделались инокинями. Вот и откуда проповедь будет? А конечно мусульманство будет. Шестое житие. Агапит исповедник, видимо, 18 февраля. Так это житие-то большое, из него я только куплетик беру, который говорит конкретно о чем. Кавычки открыты. Император хотел наградить святого, но преподобный не стал просить никакой другой награды. Как только того, чтобы ему позволено было оставить военную службу и возвратиться к возлюбленной им иноческой жизни. Император сказал ему, оказал им в этом содействие. И он, оставив воинское звание, возвратился в ту же обитель, где подвязался и раньше. Вот шесть раз. Седьмое. Георгий епископ. Амастезийский. 21 февраля. Кавычки открыты. Когда он достиг отроческих лет, то стал приходить в исполнение и предсказание о том, о нем, ибо он оказывал блестящие успехи в светских и духовных науках. И родители, видя это, прославляли Бога. Пришедшим в совершенный возраст и окончив образование, преподобный Георгий оставил свое отечество и удалился в Сирийские горы. Здесь он встретил одного благочестивого старца, принял от него иноческое пострижение, ибо Дегво руководством стал проходить иноческую жизнь. После кончины старца преподобный ушел в Ванису и предался здесь суровым подвигам и постнической жизни. Вот с чем подался. Это что у нас? Семь? Восьмое. Зевин. 23 февраля. Кавычки открыты. Преподобный Зевин подвязался на одной горе, устроил себе на ней жилище. Он всю свою жизнь до глубокой старости провел в иноческих подвигах на одном и том же месте. Евангелия вообще нету, Христа нету, нет, эта новая вера появилась, совершенно нету. Никто его посылает туда дальше. Преподобный Полихроний был учеником святого Зевина и подобно воску, сохраняющему на себе отражение, прикоснувшись к нему пальца, в жизни своей был полным отражением добродетелей святого учителя. Верих же преподобный не пожелал на себя положить, так как не имея на то примера в жизни своего учителя опасался вести кого-либо во соблазн, а вместо верик он носил на плечах своих вырванный им из семи... из семи... корень большого дуба. Нашел, вывернул его и теперь носил. Да. Который был так тяжел, что его нельзя было сдвинуть с места двумя руками, и этим отягощал свое тело. Вот у кого надо в Потеряевку. Он бы дров наготовил один на всю Потеряевку. Преподобный Моисей и Дамиан были учениками святого Поголихрония. Преподобный Моисей подвязался вместе с своим учителем и, переняв от него его добродетели, жил во всем, подражая ему. Преподобный Дамиан удалился в одну обитель по имени Иера и, нашедший там пустую келью, стал жить в ней, подражая жизни своего учителя. К Христу никто не подражал и, говорит, подражайте кто, подвязайте себе нужны за веру евангельскую. Корень большой нашел, все-таки и пошел. Вера-то какая? Какое отношение вообще-то к христианству имеет? В жилище его не было ничего другого, кроме небольшой коробочки с малым количеством чечевицы, которой он и питался. То есть, работать не хотели, ни один, чтобы питание было другому дать. Такую великую пользу получили си преподобны от сожительства со святым полихронем и благочестие окончили жизнь свою. Дальше. Девятое житие. Макарий Калязинский, 17 марта, кавычки открыты. На пострижение монашества Макарий носил имя Матфея. На седьмом году родители отдали его в обучение грамоте. Юному Матфею она далась скоро, и он скоро пристрастился к чтению. Читая божественные книги, он вникал в их содержание и принимал к сердцу прочитанное. А монашество, монашество, монашество. Проводя в супружести благочестивую и чистую жизнь, он заключил с женой условие, что тот из них, кто переживет другого, не останется в миру и не вступит во второй брак, а примет и монашество. Через год после женей бы Матфея умерли его родители, а потом еще через два года, по воле Божьей, скончалась его супруга Елена. Крещения никакого не было. Милости Божию. Теперь Матфей ничего другого не желал, как исполнить давнее свое намерение покинуть мир и принять иноческое пострижение. Ничто не мешало ему теперь осуществить свое желание. Немедленно он по заповеди Христовой раздал свое имущество нищим, ушел в ближайший монастырь и постригся выночество с именем Макария. Дальше. Семен Юроди, 21 июля. Кавычки открыты. Послушай меня, отвечал Симеон. Я хочу, чтобы мы, как вышли из мира, так и отсюда уйдем на еще более безмолвное пустынное житие. Ибо с тех пор, как облек нас честной игумен, во святой сей образ, разгорелось мое сердце от некоторого чудесного желания. И душа моя никого не хочет видеть, не говорить, не слышать чей-нибудь голос, но желает оставаться в полнейшем всех удалении и в глубоком молчании. То есть это любовь говорит. Кровь Христа омывает от всякого греха, что если что, ходим во свете, как он во свете, и имеем общение друг с другом. Как раз все наоборот. Симеон, ответший игумен отдельно сказал ему, молю тебя, отче, ради Господа, помолись усердно за брата моего Иоанна, да изгладиться из ума его память о жене, чтобы вследствие вражеского искушения не оставил меня, и я истаю о сожалении разлуки с ним. Помолись я об отце, родившем его, да утешить его Господь, чтобы он не печалился об оставившем его сыне. Сыне. Так же Иоанн, ответший старца в сторону, умолял, Бога ради. И умолял, то есть они одинаково друг за друга ходатайствуют, умолял, Бога ради, отче, не забудь цветы твоих молитв брата моего Симеона. Да не удалиться от меня к матери, увлекаемой любовью к ней, иначе пристань, пристань послужит нам местом потопления. Удивился старец такой между ними любви, и обещав молиться за них, благословил их, ограждая крестным знамением и отпустил с миром. Вот и все. Дальше. Я удивляюсь своему народу, которому, принадлежу. Он на спиртное заменяет воду, и с порох не к Христу бежит, к ножу. Чего не пережили за столетия, хотя и христианская страна, строй крепостной, цари убийства, плети, и квартиранка близкая война. Умеет же работать на земле, каких канав нарыло кулачье, проели недра и стоит скелет, ворует, потому что все ничье? Когда фамилиями кто-то награждал, в управах сельсоветах, с палатами ума, пришедший содрогался, с нетерпением ждал, дрожали под дождем, а может шла зима? И сколько же фантазий искрометных, разнообразия по именам родных, по специальности, от шапки до подметки, хватали с неба, тыкали в земных, братали со скотом, зверьем и с птицей, от прозвищ до ругательств подмели, от насекомых крылышки крупицы, подметили, больной здоров, велик, праправнуки, кто смертен, кто погибло, а это сукин сын и блудов граф, плевака зацелует, злобен милый, тупицын стал судьей, он тоже прав, куда не глянешь, бьются родники, таланты появляются и ныне, всем протопоповым молиться не с руки, просвиркиным вещать о божьем сыне, до полуобморока можешь удивляться талантливым бездарностям в отвале, не перекрестишься в наручниках запястья, забыли Библию, еду пекут на в Человечьем Кале. Ты помнишь такое? Про Кал? Да. Да, это пророк языки. Так, о чем всего говорится здесь? О, пффф. Стремление в монастырь. Давай. Так, царство, стремление в монастырь. все. Еще одно открываем. Вот оно где. Ctrl-S прикрыть, Ctrl-F вставить, Ctrl-A заактивировать, и с 13,5 до 20 шрифт поднять. Готово. Поехали. Вопрос 2037, восьмой том открытым оком. Что побуждало талантливых и глубоко верующих людей уходить в пустыню? И какой силой можно было заставить их выйти оттуда? И всегда ли причины выхода были приличны святым? Ответ. Подобно какой-то эпидемии и недоброму наваждению было, да и осталось это поветрие, что Бога можно задобрить только умерщвением плоти в буквальном смысле, и что это возможно только в пустыне. Вызвлить оттуда было нелегко этих самоотверженцев от призыва Божия идти на проповедь. Но иногда их Бог выковыривал оттуда, и эти затворники творили апостольские чудеса на соборах, на диспутах. Но иногда отдельные насильники монастырей превращались в ярых насильников на чужой воле и жизни. Епископ Фаретрий с отряда монахов с ОМОНовцев с этой черноризной группой захвата караулил на крутых горных перевалах императорских притарианцев, чтобы отнять у них велевлекомого ссылку Иоанна Златоуста и убить его. Епископ была команда захвата. Дальше. Убить, а не благословиться у него. Православный епископ и сугубо православные монахи. Они же ведь убить хотели Иоанна, патриарха Констинопольского, как врага Божия, как еретика и эрегиниста. Ночи не спали и окружили имение, где скрывался Златоуст, чтобы сжечь патриархи. Это все было от кого? Они же подписывались Смиренный Никон, Смиренный Сергий и царские воины докладывали, что им лучше попасть в руки диких и саврян, но только бы не в руки этих лиходеев, зверей в рясах. Читайте третий том творения Иоанна Златоуста. Но едва не выполнили поручение от царя или от свыше было такое маказание идти в мир, Затем они вновь скрывались и убегали в горы. Открыли академии по обучению молодых как зарывать талант и как это зарытие оправдать и поставить заслугу себе. Лука 19.20 Пришел третий и сказал Господин вот твоя мина которую я сохранил завернув платок. 1 Коринфянам 9.16 Но если я благовествую то нечем не хвалиться потому что это необходимая обязанность моя и горе мне если не благовествую. Эта болезнь ядовито расползлась тысячелетия и потому расползалась тысячелетия и потому православие на всех фронтах потерпело полное и окончательное поражение. Самое лучшее самое талантливое самое ревностное сохранилось по благословению монахов высшего ранга. Сколько их там загублено это только догадаться можно по житиям святых и на суде божьем выявиться. Я сказал а где вы видели жития святых теперь приводим. Василий Великий 1 января Кавычки открыты. Василий же уговорил возвратиться к себе Евсеей архиепископ Кексаврийский примирившийся с ним письме и просивший помочь церкви на которой отполчились Ариане. Исааки исповедник 30 мая в кавычках открыты. Всей блаженный Исаакий первоначально подвязался в восточной пустыне подражая святому Ильи и пророку проводя жизнь ангелоподобную. Узнав о гонении поднятом Арианой на церковь божия узнав также и о том что царь споспешистовал распространению ереси он весьма печалился. Оставив пустыню он пришел к Константинопол для того чтобы Дух Божий подщипал на нем и благодать небесная сиявала его. Увидав своими очами великие беды какие потерпели верующие зловредного царя и его единомышленников он молил Бога и порося его презрец высоты престола своего нагонимых неповинно и явить им милосердие свое гордость же гонить или смирить. Я верю в чудеса. Вот если бы со мною как Соломон Бог заговорил проси чего ты хочешь я просьбой не одной поля чудес своих тачас оконтурил. Нельзя ли Господи апостольское время хотя бы лет на десять в России повторить степной из добрых пастырей стеной из добрых пастырей как было в Ниемии другими возрожденными Россию одарить. Пришли нам проповедников апостолов ревнителей Христов апостолов из старства из старства нам страх любовь к евангельскому слову обуй нас всех готовность идти благовестить смиряйся научи нас гордых непутевых понять не все то золото что на попах блестит и места писания на каждую строчку и дальше опять мы запутались заложниками стали обрядности условностей богослужений длинных бормочи масло в масле засаленное сало по 40 раз без счета господи помилуй верни нам смысл и разум в церковное стояние по-русски все до слова по храмовым служениям не на вершине мы попим глубокой яме мы так и не сподобились в числе быть оглашенных ты видишь Иисус великий инквизитор с дикирием дикирием кощунствует кривляясь вот этот сон валютчиков взрывавших паразитов взыгравших паразитов и проповеди нет но точат только лясы нам не осилить эти заслуженные беды не одолеть магизм движений и окружений похоже мы живые как мертвецы отпеты плывем подобно мусору почете лишь мошенник ответ на все вопросы мне библия открыла что это все дал нам все сильные егова закон христов отбросили остались без перилмы и потому светильник наш в подвале не накровали так так о чем ну-ка ну давай о контуре значит царство пустыни пустынник царство ну и дальше пиши о чем здесь выходцы из пустынь не заглажь вот поскольку жития святых чтобы ответить на один вопрос дальше вставить 9 мошенник вставить пассивно собираем не ел сейчас вообще control s уходим control v вставляем активируем нашли в 20 заходим поехали это мне вопросы задавали в университетах по радио милиции техникумов везде где вел занятия вопрос 3414 21 том открытым оком какое понятие было в ветхом завете о царстве небесном ответ в ветхом завете все было не ясно а только как бы контур виден матфея 13 17 ибо истинно говорю вам что многие пророки праведники желали видеть что вы видите и не видели и слышать что вы слышите и не слышали евреям 10 1 закон имеет тень будущих благ а не самый образ вещей даже в новом завете многое так и осталось не ясным до конца 1 коринфянам 13 12 теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицом к лицу теперь знаю я от счастья а тогда познаю подобно как я познан но хотя прямо и называлось царством небесным но понятно же что разумение о нем небольшое уже было 1 паралипоменон 29.11 твое господи царство и ты превыше всего как владычествующий псалом 144.11 да проповедует славу царства твоего и да повествует о могуществе твоем Даниила 3.55 благословен ты на престоле славы царства твоего и прихвальный и превозносимый вовеки какое у них представление о царстве небесном было вот я все беру из писания псалом 144.13 царство твое царство всех веков и владычество твое во все роды даже далеко не мудрец знал что есть за пределом всего мира иное царство лука 23.42 и сказал Иисусу помяни господи меня когда приедешь в царствие твое пороки царство божие называли другими словами но знали что бог на высоте недоступно но чтобы так говорить о царстве небесном царстве божием как о месте где можем быть сразу после смерти это уже откроет людям новый завет через Иисуса Христа и его апостолов Исайя 57.15 32 раза говорится в Царстве Небесном о Новом Завете Матфея 16.19 Дам тебе ключи Царства Небесного и что сажешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах Иссе 69 раз называется Царством Божиим Лука 20.18 Ибо сказываю вам что не буду пить от плода виноградного доколе не придет Царствие Божие Иногда Царство называется Царством Отца Матфея 13.43 Тогда праведники воссияют как солнце в Царстве Отца их 2 Петра 1.11 Так откроется вам свободный вход вечное Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа 1 Ксалоникистам 2.12 Мы просили и убежали и умоляли поступать достойно Бога призвавшего вас свое Царство и Слава И плакал Христос из Божественных глаз как самый прекрасный чистейший алмаз Катилась слеза за слезой на город великий на город святой взирал он с душевной тоской и нежным укором и страстной больбой с любовью звучал его глаз о если бы познать ты бы мог хоть сейчас что служит тебе как о спасении миру но ты ты кодишь золотому кумиру и сердце твое от творца далеко о город несчастный о сколько раз я как птица собирая принцопы от себя хотел и твоих чад собрать всех с любовью но ты обогревший персты своей кровью пророков невинных ты сам не хотел и будут зато твой печален удел и ныне опять только горько плачет Христос о чем вы хотели бы знать что слова его заставляют страдать что снова его заставляют страдать какая причина тех слез там вечно ликующем царстве творца где нет ни скорби ни тревог о чем только может он плакать твой бог что слезы стекают с лица скажу тебе мир развращенный злой мир полный обмана не верь я пустой он дорог душе всеблагого Христос его любит но хочет спасти и царство отца своего привести всех всех по слушанию готовых о царстве речь идет о царстве стихотворения Иисусу прискорбны злодейства людей с небес он с соской взирает и взором безмолвии он мир вопрошает тому ли учил я жизнью своей тому ли учил я зато ли страдал чтобы видеть вас снова в греховных цепях зато ли я кровь на кресте проливал и гвозди пробили мне раны в руках и плачет Христос из божественных глаз как самый чистейший прекрасный алмаз катится слеза за слезой какую любовь он любит тебя мы смертны тоже умеем рыдать ведь в жизни приходится много страдать и сердце и сердце не камень конечно но мы лишь желаем себя бесконечно для добрых друзей и знакомых порой но кто б неподдельно оплакал слезой врага своего ненавистника злого поистине нет не найдется такого я знаю наверное друзья он наш Иисус он себя не жалеет он к миру с участием горит любовью к врагам своим он пламенеет и всем он прощение судит он плачет о том что народ не желает принять дар спасения его упорно со злобой слепой отвергает создание творца своего и кто это Шарипанова Евгения о чем речь старство понятие о нем давай старство ой что-то в прострацию впадать начал все уже закончили две минут вот все две минуты осталось посмотрим ровно сейчас ну все тогда сейчас посмотрим дальше ну и на этом конец ладно благодарю так так Так.